Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала информационно-аналитического портала Зеленая Точка Старта Сегодня мы поговорим об электромотоцикле Кавасаки Правда, конечно, это не настоящий Кавасаки так как знаменитая японская фирма за 10 лет своих экспериментов с электромотоциклами так и не удосужилась разродиться сколько-нибудь интересной моделью прошлогодний прототип, который был представлен на выставке в Милане чем-то серьезным считать, думаю, не стоит поскольку он по своим характеристикам уступает даже серийным Zero Единственное, что было интересного в том прототипе это, конечно, четырехступенчатая механическая коробка передач в то время как большинство современных производителей используют одна скоростную трансмиссию Но вернемся к нашему сегодняшнему интервью о своем электромотоцикле расскажет его владелец Максим Еще раз здравствуйте, зрители зеленой точки старта вот и владелец электромотоцикла Максим сейчас мы его расспросим обо всех особенностях этой машины эксплуатации кстати, хочу сказать, что в принципе, когда занимаешься какой-то темой сразу в потоке вычленяешь то, что тебе интересно и когда я в первый раз увидел взгляд упал на эту машину сразу заметно, что нет трубы значит, моя тема вот так мы и познакомились с Максимом приветствую Максим, первый вопрос касается все-таки не самого мотоцикла больше такой, можно сказать, идеологический самое интересное, что многие пишут, что электромотоцикл это не настоящий байк то есть там он должен греметь, жужжать выхлопная труба должна быть, двигатели под сидушкой не чувствуешь себя белой вороной на электромотоцикле? ну, если честно, немножко это у меня первый такой полноценный мой электромотоцикл до этого у меня был электровелосипед ну, такой, как на питбайк больше похож но, больше такой велогибрид но он был без педалей и я спокойно ездил по тротуару по паркам, везде ну, и по размерам он ощущался просто большой, тяжелый велосипед и вот это вот название электровелосипед электровелосипед это как-то так привыкло точнее, прилипло и все у людей там, допустим, в моем окружении вот эта ассоциация сложилась макс на электровелосипеде макс на электровелосипеде и до сих пор до сих пор, когда вот я уже езжу на мотоцикле на большом, на полноценном меня так же говорят про электровелосипед, да? типа, ну что ты на электровелосипеде ездишь? да, да, на велосипеде никак не привыкнут люди что я уже не на электровелосипеде раньше вообще ездил на бензиновых мотоциклов давно можно сказать юношеств еще в деревне то есть все-таки речи четвертом на минском мопед карпаты так вот именно период мотопериода у меня долго не не я сначала начинал на велосипеде на обычно с 13 очень много есть на велике пока однажды не встретил одного товарища который менял так обогнал мы потом с ним поравнялись где-то нас на светофоре не помню гену я его догнал короче и разговорились тему электро велосипеда вот я сгорелся ну то есть у тебя есть практика так скажем настоящего мото вождения как бы это классического да ну вот если сравнить обычные бензиновые мотоциклы и этот какие ощущения вообще сказать почти небо и земля здесь полностью расслаблен тебя не работают ноги у меня нет ничего ноги просто стоят левая рука тоже просто просто держит руль то есть все внимание на дороге окружающих объектов на удовольствие от и как если управление а вибрации что-нибудь хотите ощущения такие физические вибрации есть потому что у меня конечно не идеально настроен у меня есть некоторые косяки и идет резонанс от мотора идет вибрация особенно при разгоне вот она ощущается и также это единственный звук который он в принципе воспроизводит ну наверно не так как на бензиновом потому что упомнится наверно знаешь сергей даренко он был виду главным редактором говорит москва русской службы новостей радиостанции он такой знаменитый байкер кстати в прошлом году как раз умер на на своем мотоцикле на садовом кольце 9 мая нет сергей даренко это известный теле радио его еще называли в 90-х телекиллером вот икон очень часто любил в своих эфирах рассказывать про мотоциклы и очень так натуралистично все описывать ну представьте вот вы едете на мотоцикле ведь под вами все взрывается то есть вот эти цилиндры это бензин со взрывается вы едете на не за ну не просто на каком-то там двигателя вы едете на постоянно взрывающейся машине то есть вот на электромотоцикле этого нету если этого нет ощущения такие специфические настолько расслаблены когда я посмотрел увидел только твой мотоцикл я как раз как раз обратил внимание на название кавасаки и у меня тут же в голове пришло что кавасаки же по-настоящему не делает электромотоцикла что это за машина чья на честно я не знаю конкретно китайское название по мотоциклу но это китайцы электрофицированная копия кавасаки ниндзя 300 кубового кавасаки наклеил для красоты потому что все-таки люди когда люди кто кто в теме они видят спрашивают от кавасаки то есть первый вопрос это кавасаки я решил наклеить да пусть это будет кавасаки но все-таки это реплика с бензинового кавасаки он практически сплошь можно даже перейти на сторону когда китайцы его делали понимаю что некоторые элементы они действительно взяли с обычного бензинового мотоцикла потому что осталось например крепление выхлопной трубы на задних подножках тут они не заморачивались изобретать какие-то новые элементы они просто взяли настоящую деталь от нации поставили рамы естественно другая пластик но я так понимаю ты брал это не салона просто у кого-то из знакомых да да я брал с руку товарищ который тоже давно занимается потому что сейчас насколько я понимаю очень есть три вида привода этот как я смотрю у тебя мотор колесо да это понимаю и есть еще ременный привод и цепной от центрально стоящего мотора не экспериментировал на тех машинах как и ощущение я пока не экспериментировал я езжу пока только на мотор колесе но я ездил на других агрегатах мне давали покататься именно центральным мотором с метра его там где ремень тот вообще бесшумный то есть ты едешь просто ты даже когда в шлеме ты не слышишь с цепью до слышен звук цепи когда она начинает греметь чуть-чуть с мотор колесом тоже ездит мотор чуть резонирует так ну давай тогда по техническим характеристикам какой тут аккумулятор насколько вы хватает какая мощность здесь аккумулятор пакеты забыл как они называются 88 вольт 80 ампер мотор колесо здесь 8 киловатт на 8 киловатт полноценный номинальный 8 контроллер келли 400 амперный контроллер дает до 22 киловатт в мотор по максимальной скорости но максимальное что я видел у него на спидометре можно сказать это 146 сотку спокойно идет с пассажиром миниатюрной девочкой он честно не замерял но достаточно бодрый если сравнить бензиновым характеристикам по управляемости можно стать больше по мощности где-то реально как кубиков 300 сравнить с 300 кубовым мощным а кстати а вот что здесь на месте того где должен быть бензобак у обычного 5 километров проводов там стоит контроллер там стоят инверторы которые дают 12 вольт на подсветку максимум и на все прочие потребители нагналы с такой сигнал есть есть такой сигнал в каком классе то есть с какими категории прав на него можно есть какому классу относится 8 киловатт на ценный большой мотоцикл и едет он за сотню здесь по идее нужны категории права права категории а то есть он проходит именно под категория а потому что без категории нужно если мне не изменяет память до 3 киловатт мощность там вроде как ничего не нужно но я на всякий случай открыл категорию призрак я езжу с правами понятно я про сейчас некоторые компании у нас москве продают электромотоциклы которые как раз по своим характеристикам как бы не заходят еще в категорию а и можно как бы ездить типа без прав точно не мониторил тем точно зарядка тут где порт зарядный зарядный разъем откручивается крышечка вот зарядный разъем так и заряжается он полностью если он совсем пустой за три с половиной часа до полного заряда от как от какой мощности зарядки до 26 ампер дает зарядка обычно розетки втыкается с розетки нужно где-то порядка двух киловатт а вот на этих зарядках которые вот типа умные мачты освещения в подмосковье там еще что-то другие формы зарядки и насколько километр хватает полной зарядки по пробегу хватает ну где-то чуть больше сотни в таком смешанном режиме быстрыми быстрыми если ехать совсем как велосипед может конечно 150 так я очень понятно что мне нравится здесь дублированный передний там ротора то есть тормоза здесь спереди полноценные полноценный тормоза с двух сторон сзади можно сказать тоже два тормоза гидравлический стандартный и рекуперативные моторы то есть тормоза здесь очень хорошие даже когда с пассажиром ты едешь и резко нажимаешь на тормоз то есть рекуперативное дополнение аккумулятора то тоже присутствует да и есть некоторый процент зарядки от рекуперации но если брать весь цикл за все 100 километров если активно тормозить только рекуперации ты обратно возвращаешь ну там какие-то 35 процентов но все равно мелочно привет понятно так если не секрет сколько стоит он мне обошелся в 300 300 тысяч рублей но электрический транспорт он тоже капризный и периодически какие-то нужны в него вложения к примеру те же самые колодки резина потому что оперативный тормоз он активно жрет резину одного баллона если если новый его хватает ну года на два потом все он стирается вот я брал бушный баллон на этот сезон на следующий я уже собираюсь его менять он тоже уже подтирается уже на нем там есть дырки естественно бескамерная понятно я сделал в нем бардачок есть вот такой ящик для всяких нужд там у меня лежит мелочевка всякая bluetooth приемник для настройки контроллера штатном варианте такого нет аккумулятор тут не съемный по ним нет вообще ни разу съемный упакован в этот ящик снять нужно разобрать половину мотоцикл не по сейчас очень популярна как раз вариация со съемными аккумуляторами чтоб можно было его приехал взял с собой этот блок и дома зарядил проблем с зарядкой нет у меня нет нужды вытаскивать ну и как по твоему стоит эта машина электрический электромотоцикл этих денег то есть реально очень необычная техника очень специфическая которая привлекает много внимания много вопросов много зевак я уже думал даже сделать себе визитки чтобы просто раздавать потому что реально спрашивают интересуются ну да это за этим будущее на самом деле а я так и говорю мне когда спрашивают что это будущее люди смеются пока что смеются пока что смеются да но учитывая то сколько сейчас электротранспорта на улице становится электросамокатов и велосипедов для всего ну я думаю это будущее скоро станет настоящим вполне настоящим но не вне ближайшие думаю лет 5 10 точно позже но станет ну в россии лет десять скорее всего так техника да стоит своих денег это реально крутая игрушка но к сожалению вот один минус да путешествовать на нем будет немножко проблематично в плане заряда ты будешь 100 километров по трассе проезжать и тебе нужно несколько часов чтобы заряжаться ехать 100 километров заряжаться это конечно минус ну то есть короче это городская машина на самом деле городская машина для езды по городу на работу по каким-то делам встречку куда-то просто покататься за горами я думаю элементы которые будут по емкости по емкости больше по размерам такие же как час потому что те же самые лет 10-15 назад например те элемент из которых он сделан на таких не могу сказать что прям мечтали но на таких еще очень много кто ездит я не знаю даже были ли они вообще а сейчас вполне нормальных нужно купить и ездить я думаю лет через 10-15 придумают что-нибудь такое что сможешь и 200 и 300 километров приезжать спокойно относительно небольшом размере батареи по расходам на зарядку и на бензин если сравнить но ты конечно говорит что давно ездил на бензиновом мотоцикле сколько тратишь денег на зарядку он еще не считал специально полный заряд у него вот сколько я поставил зарядку сколько электричество взял с розетки и перевести в рубли эти киловатт и выходит примерно 45 50 рублей но это как один литр девяносто этого бензина это вот 100 километров на нем это как на бензиновом один литр бензин ну скажем так с экономической точки зрения этот мотоцикл на вообще электромотоцикл вне конкуренции со старыми классическими понятно ну и тогда что ты скажешь традиционным трубайкером которые пока что еще не совсем понимают что такое электромашина которые смотрят на это как на что-то враждебное наверно себе стоит все-таки пробовать хотя бы немножко чтоб понять что это такое попробовать обязательно стоит даже если хотя бы не покупать свою первую найти кого-то куда покататься чтобы просто потому что некоторые люди считают это каким-то баловством и какой-то несерьезностью передвижение и вообще до тех пор пока не покатаются сами у меня с прошлым моим пикбайком электрическим так было я ездил на нем на работу активно ставил на улице народ ходил смотрел понимал что это игрушка какая-то а потом когда взяли прокатиться сказали ух как круто ну цена конечно всех отпугивала нужно тоже стоит порядка 300 в целом пробовать стоит тема очень классная очень интересная реально за этим будешь